Есть просто момент, либо ты хороший продавец, либо ты плохой. А вот это денег есть, денег нет, это неправда. Это станет природой ваше мышление, и таким образом вы можете так легко обучать своих продавцов и вашу команду, чтобы они тоже именно так и мыслили. Чтобы человек, который подходит и нуждается, он правильно принял решение. Самое главное вот это. Потому что человек, который правильно принял решение, на выходе, и только что, он выигрышает. Как закрывать больше сделок? Помните, мы сказали, привлекайте большое количество людей и заключайте большое количество сделок. Больше количества сделок. Первое. Нужны нам не посетители, а покупатели. Нам нужно, чтобы больше количества людей, которые посвящают наш сайт или посвящают наш магазин, больше из них они покупали. Когда больше из них покупают, мы выигрыши. Поэтому нам нужны не посетители, просто как музей, а нам нужны кто? Покупатели, которые покупают. Измеряйте конверсию от посетителя до покупателя. Помните, посетитель, покупатель, постоянный клиент. Вот эту конверсию постоянно измеряйте, чтобы выйдет, что у вас на каком этапе какая конверсия. Сколько человек пришел, сколько человек покупал, сколько человек, чтобы повторно вернуться. Стал постоянным покупателем. Это вам очень хорошо помогает. Теперь внимание. Изменяя любой из этих показателей, вы повеляете на свой доход. Любой из этих показателей изменяя. Иногда порою выделяете вроде бы какой-то небольшой вещь, чтобы изменить какой-то один из этих показателей. Соответственно автоматом меняется все. Даже какое-то небольшое изменение даст большой результат. Поэтому, пожалуйста, измеряйте их. Если вы их не измеряете, вы не можете управлять своим бизнесом. Все будет пойти хаотично и так далее. На самом деле бизнес это управление. Но управление это значит много-много метерки. Много-много измерять надо. Очень многие показатели надо измерять. Чем больше показателей вы измеряете до точности, тем легче вам управлять своим бизнесом. Проще управлять своим бизнесом. ведите себя так как будто общайтесь с покупателем внимание в россии никогда не говорите так что когда вы будете купить будете ли покупать и так далее а вы сами себя так видите это станет природа ваше мышление и таким образом вы можете так легко обучать своих продавцов и вашей команду чтобы они тоже так именно так и мыслили когда вы видите клиента например посмотреть что ваших продавец так и разговаривал сколько мы здесь весит например похоже вещи или там на какой адрес вам доставит у меня была однажды такой ситуация я до сих пор помню этого мы сидим с одним человеком и смотрите вот такая была ситуация это человек только что полчаса назад мне жаловаться как у него долги как у него денег нет того 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 слышите меня да и тут появится потом пришел который крутой продавец он реально крутой он и общались общались и он почувствовал как это заинтересовался его продукциям продукция была посуда комплект посуда на 10000 евро до этого он только жаловаться что ничем платили ему кредит и так далее и вы слышите на что рассказываю а это так хорошо рассказывал свои продукции что вы почувствовали что он заинтересован и классно объяснил и сами интересны я же знаю что отцу теперь треугольника мне были где я действительно был удивлен когда она ему сказала когда деньги когда когда мне доставят вам товар и сколько вы сейчас предоплата готовят да и он вытяжел отдал 2000 евро я сидел думал когда люди говорят денег нет купить это неправда значит есть просто момент либо те хороший продавец либо ты плохой а вот это денег есть денег нет это неправда если это им важно они всегда найдут если они читают это важно они будут найти если ваши клиент говорит вам что денег нет значит читать что ваши продукт не важны всегда помните это пожалуйста люди всегда найдут деньги время для того то что и для кого им кто им важны и нужным они всегда найдут и деньги найдут и время найдут и силы найдут энергия найдут тогда когда когда кто-то вам другой денег нет это пройдение этап и этому уже просто не верю в какого упаковка вам удобно ведите себя как будто клиент уже просто вообще у него терпение нет говорит давай 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 выйдите таком подходе как будто он так ждет что вы прямо сейчас отдадите ему вот супер продукт будьте оплачивать наличными или карточка а он еще не собирался купить просто просто проявляли интерес а вы видите себя так как будто это у вас сами крутой постальный клиент дальше выбор без выбора это что означает это означает что возьмете 1 или 2 возьмете одну или две в любом случае все равно вам выгодно то есть выйдите от того как вы предлагаете много чего значениями очень много чего поэтому научитесь пожалуйста свою команду предлагать именно всегда так один из элементов чтобы заключить больше сделки мы же говорим как заключить больше сделки чтобы конверсия было больше значит всегда что надо предлагать хотя бы два варианта обычно когда два варианта предлагаешь он одну из них выбирает а если одну вариант предлагать он иногда выбирать иногда нет а когда у вас есть два варианта чаще всего хоть что-то из них он выберет что-то одно из них однозначно выбери дальше пусть покупатель продает сам себе вот это как как вы думаете почему я предлагаю это именно вам они другим это что позвонок помогает вам это очень хорошо помогает чтобы ваши потребитель фокусировался и нашел сам именно тот польза этот выгода который вы хотите донести это очень очень выгодно почему вы думаете вот как вы думаете почему я предлагаю это именно вам они кому-то другому представьте как эта услуга изменит ваша жизнь вы говорите человеку такие вещи чтобы они оценили и воображали представляли конечный пункт ваша услуга конечная выгода ваша услуга тогда когда они это поймут они больше будут что покупать и заинтересован наша задача сейчас думать как больше сделка завершать чтобы не получилось что большой поток людей сделали по маркетингу привлекли большое кольцо людей и вы и ваши отдел продажи одни готовы многое сливалось очень много ушли и сливались потому что мы не могли ничего продать дальше сам продавец слово продавца с этого момента меняем на что либо консультант либо помощник либо что советник либо что-то а почему потому что слово продавец люди не любит никто не хочет чтобы ему кто-то что-то продал а теперь ваши задача к ваших продавцов превращать консультанта либо советника советник или консультант и так далее а слова консультант воспринимается по-другому слова советник то есть у них задача не продавать у них задача что делать помогать правильно принимать решение что делать правильно принимать решение чтобы человек который подходит и нуждается он правильно принял решение самое главное вот это потому что человек который правильно принял решение на выходе и только что он выигрыш и мы говорим о конце знаете что читается успехом не в начале не средине конца вот это конца является показательным поэтому самом конце человек должен быть выигрыши самом конце он должен быть благодарным поэтому мы должны вот в этом помогать ему дальше экскурсовод или там не знаю как вы называете назовите его экскурсовод давайте я вам покажу наши недвижимость да я хороший экскурсовод я могу вам показать наши что ассортимент я хороший экскурсовод я могу вам рассказать про нашу продукцию слова экскурсовод вообще по-другому воспринимается так то есть как будто экскурсии так далее